Только два концерта в России. Сегодня в Москве, а на экономе Петербурге выступил основатель британской группы Анафема, гитарист Дэнни Каванах. Он представил свою новую сонную программу, где прозвучала музыка различных жанров, от классического блюза до тяжелого рока. В том, что знаменитый интерпретатор умеет сочетать несочетаемое, убедилась наш корреспондент Инна Сатарова. Страшные снаружи, добрые изнутри. Это вполне могло быть сказано о творчестве группы Дэнни Каванаха. Даже название Анафема имеет несколько значений. Это и поклятие, и посвящение. А когда выходец из легендарного Ливерпуле играет блюз, многогранность его таланта налицо. Музыка группы Дэнни Каванаха, она помогала ипус поклонникам служить, если так можно, не только металлической, а обращаться, опять-таки, к тому, что его выхавляют. Достаточно была интересная программа за Ливерпуле, то есть композиции и Ригерпуле, и Анафема, ипусы, и все это интересно будет услышать. Я не видел, что он такой магнитический человек. Сначала к своему увлечению легким жанром Каванах относился с уровнем. Потом знакомая публика шла на его новые концерты, едва ли не активнее, чем на Анафема. Пару лет назад витарист увлекся творчеством британского поэта и композитора Ника Дрейка и записал альбом кавер-версии его песен. Это произвело фурор по обе стороны музыкальной Атлантики. Теперь Каванах уверен, британская меланхолия ничуть не уступает британскому духу на пору. Разве можно сравнивать красоту гор и красоту облаков? С музыкой так же. Она разная, но вся прекрасная. В основе гастрольной программы Каванаха музыка Дрейка и хит-металлики Пинк Флэйв и Лед Зеппелен, повлиявшие в свое время на творчество батариста. Произвучены композиции с будущего альбома Анафемы. Субтитры создавал DimaTorzok